эта клавиатура стоит 3400 рублей и в стоке звучит так согласись уже приятно но сегодня я тебе покажу как сделать так чтобы эта малышка звучала еще приятнее например вот так но обо всем по порядку я арсенит и на канале игроман погнали сразу отвечу на твой вопрос да эта механическая клавиатура стоит 3400 рублей прямо сейчас на озон и если оставлю ссылку в описании то ты опять скажешь что это реклама поэтому гугли уж сам а я пока расскажу что я с ней сделаю но прежде просьба знаю что это видео ждали многие поэтому лучшая поддержка это лайк подписка на канал спасибо и наконец-то я запускаю подписку на бусти где будут выходить самые быстрые подробные обзоры сразу после получения посылок буду заказывать те девайсы которые интересны именно тебе ссылка на бусти тоже есть внизу это отличный способ поддержать финансово спасибо кстати это видео ты сможешь использовать как полноценный гайд по прокачке своей механической клавиатуры задача у нас интересная нам нужно с минимальным бюджетом сделать максимально крутой моддинг который сможет сделать почти что каждый и при этом всем это не займет больше часа но максимум полутора поэтому начнем с шумки в стоке у а и typex шумоизоляции в корпусе нет вообще никакой исправить это очень легко первым делом разбираем клавиатуру для этого снимаем часть кейкапов благо пулер есть в комплекте и откручиваем 13 винтов они расположены вот тут далее вынимаем все винты бережно складываем в одно место и вскрываем корпус будьте аккуратны ведь внутри на плате есть коннектор который нужно обязательно отсоединить самое главное чуть не забыл перед всеми манипуляциями клавиатуру конечно же нужно выключить чтобы там ничего не повредить и самому остаться здоровым в общем продолжаем моддинг отсоединили коннектор и теперь получаем полный доступ к корпусу для моддинга нужна бюджетная шумоизоляция для машины именно что для машины не для клавиатуры по сути шумка для клавиатуры что толкают на али и озон это тоже шумоизоляция для авто но только с другим названием и на оценкой в два раза а так как у нас с вами моддинг бюджетный то переплачивать не будем берем автомобильную покупаем шумку для авто один лист за 250 максимум 300 рублей и важно чтобы это было именно шумоизоляция не вибро шумоизоляция и желательно на самоклеющейся основе идеальная толщина это либо 3 либо максимум 4 миллиметра я использовал 5 миллиметров у шумку что было на студии и это было ошибкой поэтому учимся на моих ошибках и покупаем тройку или четверку так как шумка у нас пористая то вырезать отдельно по кусочкам ее не нужно замеряем длину корпуса ширину и отступаем по 5 10 миллиметров от краев вырезаем и сразу наклеиваем удобно когда есть самоклеющаяся основа первый этап мы выполнили это просто быстро и бюджетно сейчас по идее бы смазать свитчи но за 3400 рублей мы получаем клавиатуру с уже хорошо смазанными переключателями в стоке да да за 3400 рублей свитчи уже смазаны и при этом довольно неплохо поэтому смазывать я их не буду и проклею так называемые свитч пады кстати недавно на алиэкспресс нашел классную универсальную шумку которая клеится между платой и плейтом вокруг вообще одного свитча стоит она бюджетненько собственно говоря почему бы не купить это делать не обязательно но все-таки я рекомендую если у тебя есть бюджет там есть и смазка по приятной цене и все виды шумоизоляции которая тебе понадобится у меня этой шумке которая клеится между платы и платы плейтом в наличии пока нет а откладывать видео еще на две недели и ждать ее с алиэкспресс ну знаешь не хочется поэтому мы обойдемся без шумоизоляции между платы и плейтом но еще раз повторю что стоит такая вещь копейки и сделать вам я точно советую проклеили свитч пады на плату проклеили маленькую шумку соли теперь можно приступать к модингу стабилизаторов для модинга стабов в идеале конечно иметь все-таки две смазки но при ограниченном бюджете можно на самом деле использовать всего лишь одну ну и чтобы стабилизаторы не болтались своих посадочных местах и были еще тише сделаем ультра бюджетный при этом всем супер классный модинг для этого нам понадобится обычный тканевый пластырь из аптеки да да ты все услышал правильно стоит такой пластырь около 40 рублей реально бюджетный модинг получается для начала аккуратно извлекаем стабилизаторы далее удаляем всю стоковую смазку а следующий шаг нарезаем на мелкие полоски тот самый пластырь и проклеиваем эти полоски по периметру отверстий для стабов еще раз повторю что это необходимо для предотвращения шатания стабов и более тихой работы проклеили по периметру посадочного отверстия у стабилизатора пластырь а далее приступаем к смазке стабилизаторов и дальнейшей установки отдельно смазываем скобу у стабилизатора и отдельно смазываем стем его стенки и направляющие этого стема. Для скобы я буду использовать Permatex 81150, а для стема Crytex 205G2. Повторю, что в целом можно использовать только Crytex и на скобу, и на стем, либо же его бюджетные аналоги. Тонким слоем наносим Crytex на стенки стаба и его посадочное место, а потом аккуратно выдавливаем смазку на скобу. В итоге остается лишь собрать всю эту красоту обратно. Вставляем стабилизаторы на место и сразу же рекомендую вставить рядом со стабилизатором, вот где эта длинная клавиша, сам свитч, и проверить, не залипает ли стабилизатор, не переборщили ли мы со смазкой. В случае залипания ее можно аккуратно убрать влажной салфеткой или туалетной бумагой. Если смазки не хватает, можно чуть-чуть добавить и без разбора. Главное это мера. И чуть не забыл, чтобы убрать звук удара с тема стабилизатора, а плату, необходимо на плату проклеить несколько полосок того самого пластыря на места под стабилизаторами. Изначально я это забыл сделать, поэтому потом, уже после того, как клавиатура была собрана, я прокладывал эту прокладку пинцетом. Короче, клеим ее вот сюда, где-то здесь появится фотография. И поверьте, стабилизаторы будут звучать еще тише, а тайпинг будет еще приятнее. Это проверено. Ну и, собственно, саундтест полноценный в конце этого видео. Ну и финальный этап моддинга, так называемый Tape Mode. На звук он влияет опосредованно, тем не менее, эффект небольшой все-таки есть. Для этого мода нам понадобится стандартный двухсторонний скотч. Просто нарезаем его под линия платы и наклеиваем на заднюю сторону. Готово. Только не забудьте оставить специальное отверстие для коннектора, это важно. Итак, стабы мы улучшили, шумку проложили, все необходимые манипуляции с клавиатурой сделали, теперь ее можно собирать и, наконец-таки, сравнивать и слушать, как было до и как стало после. Результат имхо шикарный. Причем на весь моддинг ушло буквально около часа. Давай считать теперь бюджет. Из основных модов, которые нужно сделать прям обязательно, это шумка в корпус, тейп-мод и смазка и моддинг стабилизаторов. Шумка для авто это 300 рублей, смазка еще 300-400 и пластырь 40 рублей в аптеке. Скотч можно попросить либо у родителей, либо у друзей. Короче, уверен, у большинства он есть дома. Итого, бюджет нашего сегодняшнего минимального моддинга 650-750 рублей, а результат и разница колоссальна. Если моддить прям по максимуму, то бюджет будет на 1500-1700 максимум. Ты купишь все смазки, кисточки и все это будешь использовать не только для одной клавиатуры, а можешь еще клавиатуру друга замоддить. Выбирать только тебе. Ну и, как я и обещал вначале, расскажу про последствия 5-миллиметровой шумки. Так как толщины в 5 миллиметров оказалось много, то и корпус закрывался с трудом, а с одной стороны и вовсе появилась небольшая щель. Да, этого не видно и результат-то в целом крутой, но чтобы у тебя все было прям идеально, рекомендую использовать шумку толщиной 3 миллиметра. Это прям то, что нужно. Ну и пару слов про саму клавиатуру, которую я взял сегодня за основу. Да, это та самая IOTYPEX из бюджетного набора геймера. Если не смотрел ролик, обязательно, кстати, глянь. Это действительно бюджетная механическая клавиатура с кучей фишек. Уже в коробке смазаны и переключатели, и стабилизаторы. В коробке есть запасные свитчи и пуллер. Даже белую подсветку завезли. Ну, кайф же. Но самое важное для моддинга это все-таки хотсвап. И в этой малышке он тоже есть. Именно поэтому для моддинга я выбрал данный борт, а не другой вариант. Ведь за 3400 рублей найти клавиатуру со смазанными плавными свитчами и хотсвапом в России просто невозможно. Не считая нашего экземпляра, конечно же. Ну и по традиции напиши внизу в комментариях, как тебе эта клавиатура, как результат до и после моддинга, как в целом тебе ролик. Ну и по традиции все ссылочки на все, чем я модил эту клавиатуру, будут в описании. Ссылки на клавиатуру не будет, потому что ты напишешь, если будет ссылка на клавиатуру, напишу, что опять реклама, что опять продался. Поэтому ищи эту клавиатуру сам. И вообще ее не покупай. Фу, гадость, фу, не покупай. Сейчас тебя ждет полноценный саунд-тест. Но меня по-прежнему зовут Арсений. Ссылка на бусте в описании. Ты был на канале Игроман. Покупай правильные, проверенные игровые девайсы. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok